Всем привет, это Даша. Это конец июля 2021 года, а это значит, что самое время снять видео прочитанному за этот месяц. Итак, начался июль с трилогии Тамиса Кёрстенгир, ну как известно, Рубиновая книга, Сапфировая книга, Изумрудная книга. И это совершенно дивная, хоть и безумно предсказуемая, но от этого не менее увлекательно читаемая трилогия, которая рассказывает о такой очень странненькой семье, ну не странной, а скорее необычной. Это всё-таки не одно и то же, в которой люди наследуют в роду ген перемещения во времени. Для чего это вообще нужно, можно узнать, прочитав книги. Я прошу прощения за свой голос, только что приборила ковидом и это немножко сказывается. Итак, здесь в принципе очевидно, как будут развиваться события, да и злодеи, ну достаточно легко предсказуемые, и романтичная линия. Но при этом всё-таки очень гармонично, и про романтику очень славно написано, без слишком большой концентрации сахара и розового сиропа. И всё остальное, ну так хорошо и вкусно гармонировано, что несмотря на лёгкую предсказуемость, читается всё равно чрезвычайно увлекательно. И вот я уже который раз перечитывала и получала бесконечное от этого удовольствие. Книги хоть и три, но читаются они очень быстро, их вообще можно за один день все три прочитать потоком. Вот, ну можно, конечно, и более постигерно. Далее читала Ирландию Резерфорда, у этого автора я уже знакома с разными книгами, это и Нью-Йорк, и Париж, и Англия, и Сэрум романом об Англии. Кстати, эти два романа почти юнотичны. Ну, а во всех этих странах я знала заранее всегда, то есть с их историей я знакома довольно близко. А вот в Ирландии, ну так, сиюминутными какими-то, уехнется довольно-таки. И действительно мало, я не знаю. Мне было интересно познакомиться с Эльзерфордом именно в плане человека, который не особо погружён в историю страны, которую он рассказывает. Мои впечатления не особо разнились с теми книгами, например, вот об Англии, я не всё знаю, ну не всё, всё знать невозможно, многое. Как бы впечатляет такими же, как если бы я читала об Англии, например, или о России. Так, и что, чем же знаменит Розерфорд? Он берёт страну, берёт несколько родов и прослеживает историю этих родов с самых древних веков, чуть ли не с каменного века и заканчивая более-менее современностью. Я сказала, что берёт историю родов и прослеживает их. Это не совсем так. Скорее, с помощью родов, которые он берёт, он иллюстрирует исторические события страны. То есть на первом месте всё-таки не история рода, а история страны. Причём эта книга Орландия не самая первая в его библиографии, но типичные ошибки новичка он совершает. Например, ему не очень хорошо даётся передача сильных эмоций. Аргументация персонажа не всегда убедительна и логична. Если есть какие-то эмоции, то персонаж их испытывает совершенно внезапно, вспышечкой и не всегда обоснованно, далеко не всегда. Ну, просто он, допустим, вышел из себя, смирись с этим читателем. Почему он вышел? Вот эта вот иллюстрация, что сжимаются кулаки, хмурятся брови и прочая милка-потоминка, это всё игнорируется. Просто смиритесь, что персонаж вышел из себя. Вот так. История страны берётся отрезками, причём как маленький, допустим, в 10 лет разрыв, так и большие, там, в 200-300 лет. И, признаться, мне было бы интересно наблюдать отрывки большие, чем вот когда он показывает персонажей в протысковом возрасте, а потом в зрелом. Ну, то есть, это не та ситуация и не тот автор, у которого читателю интересно наблюдать за развитием именно персонажей. Здесь он, скорее, всё-таки фишка книг его в том, что он через родословную показывает историю страны. Соответственно, ему нужно сделать акцент именно на истории. А он делает наоборот. Ну, не совсем, но есть такое, немножечко это стоит отшлифовать. Далее читала целлюцию амазонок, Эн-Фортье. Здесь достаточно интересный зачин. И вообще начинка вкусненькая, такая занимательная, любопытная. Но в процессе чтения чувствуется такое лёгкое недовольство чтением. Хотя, вроде как, всё хорошо. Автор поработал и над идеей, и над её подачей, и над историческими фактами. Но есть моменты, которые я не стану озвучивать, но которые делают книгу в более слабых глазах читателя. Но это только в процессе чтения. В послевкусии очень интересно смаковать. Постоянно возвращаешься мыслями к этой книге. Постоянно вспоминаешь её. И в послевкусии оно более яркое и аппетитное, чем сам вкус в процессе, так сказать. Поэтому я рекомендую. Изначально я поставила книги твёрдую тройку. Но сейчас, учитывая особенности послевкусия, я бы, пожалуй, четвёрку бы дала. Даже с плюсом. Итак, в чём идея? Книга на самом деле подаётся с двух ракурсов. Первый ракурс – это наша с вами современница, которая работает, преподаёт в Оксфорде. И второй ракурс – это древняя амазонка, бронзовая лавека и её приключения. Конечно, лично мне были больше по душе приключения амазонки. Но всё индивидуально. Зависит читатель. Поэтому смотрите сами. В принципе, и то, и то любопытно читать. Ну, просто мне так ближе будет, как я уже сказала. Из минусов, которые я всё-таки озвучила, главная героиня хохочет по поводу и без. Вот палец ей покажи. Она начинает ржать. И я никак не могла, сначала ей понять, сколько же ей лет. Просто всё начинается как будто бы с защитой другого. Ну, так мне показалось сначала. Я подумала, что ей там 20. Вот. А потом смотрю, это не защита диплома, а что-то другое. Она преподает. Ну, значит, где-то по 30 должно быть. Ну, в общем, я так и не определила, сколько это там лет. Но свидетельствует мысль, что где-то по 30. Вот. Ну, редактура здесь. Ну, редактор очень стоит поработать. Потому что, например, человек прожимает плечами так, что шатается аж стол. Как? Я пыталась себе это представить, но так и не смогла как можно пожать плечами так, чтобы стол уже зашатался. Ну, разве что ты сидишь под столом и этими самими плечами его подпираешь, тогда да. А, ну, человек сидел стандартный. Я, в общем, была несколько смущена этими поворотами. Вообще рекомендую. Потом настоящим открытием стало для меня... На день рождения, 17 июля, мне подарили относительную новинку Грузель Яхина «Эшелон Саваркан». Я очень любую ее книгу «Зубиха. Открывая глаза». Тем паче, что мою семью, моих прямых предков в 20-х годах тоже раскулачили. И я умудрилась даже заполучить дело об этом раскулачивании с перечнем имущества и прочих особенностях. Так что могу заявить, что Грузель Яхина, меня против, правда, не поперла, в чем ее многие обвиняют. Вот. Поэтому я в нее влюбилась абсолютно сразу бесповоротно. Но следующая ее книга «Дети мои» произвела на меня более слабое впечатление. Поэтому я, конечно, знала это. Я, когда вышла «Шелон Саваркан», я сразу об этом узнала. Но я очень боялась читать эту книгу после «Дети мои». Вот. И внезапный день рождения я начала читать. Я была полностью расшарашена, в положительном смысле слова. Мне безумно понравилось. Я никак не могла оторваться от книги. Я прочитала просто «Закин и присест». Не могла от нее вообще никак оторваться, повторюсь. Это было просто гениально. Значит, в чем суть? На дворе 1925 год. Собирают детей, всех сирот, голодных, обездоленных, больных и везут на поезде. И поэтому в Самарканде. Очевидно, что поезд довольно близкая тема к Гузельяхиной. Это и мой любимый вид транспорта тоже. Потому что в Гузельяхиной. В Зулихе открывают глаза. Тоже уделяется внимание поезд. Это тоже, если мне не сменяет память. А здесь вообще все пути связаны именно с поездом. Вообще, я очень боюсь читать книги о первой четверти 20 века. Даже первой половине 20 века. Потому что события в стране разворачиваются страшные. Ну просто страшные. Ой, кошмар какой был. Поэтому мне очень боязно читать. Я слабый человек. Хотя я сама написала книгу о событиях войны. Но все равно мне страшно. И Гузельяхиной удается это делать так плавно, так деликатно, так трактично, так мягко, так осторожно. Вот как кошечка на лапках идет и отступает так вот прям очень грациозно. Так и Гузельяхиной удается передать реалии. Но перед этим не вестись своего читателя в депрессию. Не набросать намеренно, зло намеренно стекла. Как и вот этот некоторый автор. Лишь бы читатель расплакался. Нет. Она очень деликатно, очень нежненько все преподносит. Даже, я могу сказать, приукрашивает. В достаточной мере без романтизации особой. Самое то. Вот это вот самое грани, когда канат доходит, вступает на канат, держит равновесие, чтобы не упасть. И вот держит такой Зельяхиной между другом. Слишком с суровой правдой и романтизацией. Она удержит это равновесие. Это очень достойно. И, конечно, девятки – это особая тема, когда их жалко всегда. Чудесно, чудесно. И чудесно ей дался этот роман. Крапивин бы одобрил. Также мне подарили долгую прогулку Стивена Кинга под псевдонимом Ричард Бахман. Я ее уже читала в 19-м году. Так совпало, что в то время я тоже ждала страшного диагноза, что была проверка здоровья. И как бы я была вся в такая опасении, что ее еще сейчас будет. И как раз тогда я читала в логую прогулку в первый раз. И сейчас я ждала результатов Москва от ковида. Их пришлось делать аж пять раз, когда я ее читала. Вот так прям совпало. Итак, сюжет. Будущее. В США есть такое шоу, что-то вроде, когда выбираются молодые люди, здоровые, с определенными принципами, ну, не глупые. Пишутся эссе, заполняются анкеты для того, чтобы это выявить. И лотерейным образом выбирается среди них сотня. Эта сотня стартует определенный маршрут и идут по дороге с определенной скоростью. Их сопровождают солдаты. И они, если случается заминка, чтобы поесть, чтобы изменить в туалет сходить, прошу прощения, в конце концов, на газ затекла. Если ты останавливаешься или снижаешь скорость ниже дозволенной, тебе объявляют предупреждение. Если ты не вынимаешь, билет получаешь. Билет – это не вот эта бумажка-пропуск, вот как в пак, например. Это выстрел с летальным сходом. Победитель тот, кто, ну, единственный, кто, дэму, билет хвост, единственный, кто выжил. Ну, закон выживания, да, именно налицо. Зато вот победитель тот получает абсолютно все, что захочет. И вот то, как вот эти все ребята идут по дороге, какими между ними развиваются отношения. Потому что чем скорее выдадут билет их коллегам, тем больше шанс, что они сами выживут. Поэтому понятно, что отношения самые разные складываются между этими парнями. И этим очень интересно работать. Также я посчитала «Возди меня за руку» Форд. Это английский писатель. И суть в свойствии к тому, что маленькая девочка становится свидетельницей похищения мальчика, своего ровесника практически. Проходит 30 лет, она вырастает, становится полицейским, и происходит схожее похищение. И так получается, что этим делом занимается она. Чем это обернется, во что выльется, кто это похититель, кто спустя 30 лет вот так действует, об этом узнать, прочитав книгу. Слуг не сказать, что что-то там супер гениально, увлекательное. Но читается достаточно легко. Но чтите, что это элементарная полицейская история. Ничего такого здесь супер какого-то потрясающего вы не найдете. Какого-то всплеска адреналина тоже не будет. Даже вот последние несколько страниц, а на самом-самых финале меня особо не поразили. Единственное, убийцу вы здесь не сможете предсказать ни за что. Я понимаю, что все люди разные, что у всех разный интеллект. Все индивидуально. Сколько людей, столько и книг. Но я абсолютно убеждена, что вы не сможете предсказать, кто похитил мальчика спустя 30 лет после первого похищения. Также, не так давно, несколько месяцев назад читала книгу Марины Монро, якобы ее, собственно, воспоминаниями на самом деле. Нет, это Маркинникова. Вот такой. И она так прям вкусно выражалась книга Сенберга Линкольн, что я сгорела желанием ее прочитать. И вот, наконец, я созрела. И прочитала. Ну, что я вам могу сказать. 96% содержания книги – это политически путлительные. Ну, ну, понятно, тоже политик. Из них 85% о войне гражданской. 1% личной информации, как о человеке. 3% где-то, ну или 2, об его убийстве. Вот так вот. То есть, это подойдет людям, которые либо адресуются Линкольна целенаправленно, либо историю войн. Вот так. Ну, и вообще, вся суть книги сводится к одной децентной фразе. Линкольн был против рабства. Угу. Вот так вот. Так что, думайте сами, решайте сами, читать или нет. Вот. На сегодня все. Это все книги, которые я прочитала за июль месяц. Пока-пока. До скорых книг. Субтитры сделал DimaTorzok